Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Для тех, кто со мной не знаком, представлюсь. Меня зовут Игорь Кабо. Я являюсь нутрициологом, поваром-технологом и консультантом по лечебному и профилактическому питанию. Моей основной специализацией является диета-терапия при болезнях органов пищеварения. Я являюсь автором книги «Стол номер 5. Здоровое питание. Правильные диетические рецепты» и автором каналов о здоровом и лечебном питании. И сегодня я для вас подготовил такой обзорный ролик на тему того, как приготовить диетическую тушёнку. Для приготовления этого блюда я буду использовать автоклав фирмы «Вятич» объёмом 22 литра. Работает он от сети, оснащён электронным блоком управления и выполнен из сертифицированной нержавеющей стали, которая не магнитится и не подвержена коррозии. Ссылку на этот автоклав я оставлю в описании к этому видео. По общим правилам диеты, которые назначают у болезнях органов пищеварения, консервированные продукты ограничены. Во-первых, потому что туда добавляют консерванты. Во-вторых, на производстве в качестве сырья иногда используют не совсем качественные продукты. В консервы добавляют хрящи, жилы, куриную кожу, тугоплавки и животные жиры. Все эти продукты диетическим питанием ограничиваются. И в-третьих, если мы с вами говорим о консервах из мяса или рыбы, птицы, готовятся они в собственном соку, образуется достаточно наваристый бульон, который диетическим питанием противопоказан. Он содержит достаточно тяжёлые вещества, пурины. Но в сегодняшнем ролике я хочу вам показать, как приготовить тушёнку, которая лишена этих недостатков. И она будет подходить не только для диетического питания, но и для здорового питания, правильного питания, для тех людей, которые следят за своим здоровьем и следят за своим рационом. Это отличный способ приготовить запас продуктов и освободить своё время на кухне. Итак, для диетической тушёнки из индейки я возьму, собственно, индейку из расчёта 400-450 граммов на банку объёмом 500 мл. И возьму овощи, из которых я приготовлю овощной бульон. Обычно на производстве сырое мясо уже закладывают в банку, оно там тушится в собственном соку, и вот образуется тот самый бульон, о котором я ранее говорил. Я же немного отварю индейку, чтобы все тяжёлые вещества перешли в первичный бульон, который в дальнейшем использовать я не буду. И залью овощным бульоном, чтобы придать аромат и насыщенность этому блюду. Для бульона я взял такой овощной набор. Одну луковицу, одну морковь. Я разрезал морковь вдоль, а луковицу пополам. Немного сельдерея, прям зеленью. Две веточки петрушки для аромата и два лавровых листа. Овощи отправляю в кастрюлю. Сельдерей сломаю, чтобы он поместился. Налью сюда 2 литра воды. Ставлю на плиту. Накрываю крышкой. Включаю сильный огонь. После закипания уменьшу огонь и буду отваривать ещё в течение 20 минут под крышкой, чтобы все овощи отдали аромат. В дальнейшем я их использовать не буду. В банки закладывать я их тоже не буду, хотя это можно сделать. Мне не совсем нравится, когда вместе с мясом там присутствуют овощи, потому что температура приготовления различна. Овощи готовятся быстрее, они превращаются в кашу. Ну, не совсем это эстетично выглядит. Но многим это нравится, это достаточно вкусно и полезно. Из отварных овощей можно приготовить какое-то лёгкое пюре и использовать в качестве гарнира. Теперь займусь индейкой. Сразу подготовлю такую большую кастрюлю, куда буду укладывать мясо. Оптимизируем рабочее пространство. Я взял филе грудки индейки. Это нежирное мясо. Обычно при приготовлении мясных консервов в банку укладываются крупные куски мяса. Но поскольку индейку я буду предварительно отваривать, она немного уменьшится в размере, и чтобы банка была плотнее набито мясом, я буду использовать кусочки небольшие. Мне нужно будет обрезать лишний жир и жилки, которые попадаются. Любое мясо нужно тщательно промывать перед приготовлением. Я его промыл. И обрезаю лишний жирок. Здесь его немного. Какую-то часть жира можно оставить. Чистое филе индейки обладает жирностью примерно 1%. Если оставить немного жира, жирность увеличится до 2%. В любом случае получится продукт небольшой жирности. И он будет подходить для диетического питания. Тем более, что жиры необходимы нашему организму. А жир индейки легкоплавкий. То есть плавится он при невысокой температуре сравнительно. А чем ниже температура плавления жира, тем лучше. Жир индейки легко усваивается организмом. Он содержит большое количество полезных микроэлементов. Он достаточно питательный. Он содержит большое количество селена, который помогает нормальному функционированию иммунной системы. Улучшает репродуктивную функцию. Предупреждает онкологические заболевания. И защищает организм от воздействия тяжелых металлов. Поэтому мясо индейки относится к диетическим продуктам. И я рекомендую регулярно его употреблять. Индейку я залил водой, чтобы она полностью ее покрыла. Чем больше воды, тем больше веществ перейдет из индейки в бульон. Как вредных, так и полезных. Поэтому важно сохранять баланс. Ставлю кастрюлю на плиту. Включаю сильный огонь, чтобы вода быстрее закипела. После закипания отвариваю индейку еще в течение 5-7 минут. Затем бульон первичный солью. Как я уже говорил, я использовать его в дальнейшем не буду. А индейку промою под холодной проточной водой. Ни индейку, ни овощи я не подсаливаю для того, чтобы положить соль непосредственно в банку. Чтобы максимально точно соблюдать технологию. Это очень важно. Кто-то любит менее соленое, кто-то любит более соленое. Соль это консервант, но соль необходимо ограничивать в нашем питании. Несмотря на то, что соль должна в нем присутствовать. И если вы несколько раз приготовили тушенку, вы можете под себя подобрать то количество соли в граммах, которое необходимо добавить в пол-литровую банку. Тогда вы получите максимально подходящий для вас результат. Консервировать буду вот в таких банках объемом 500 мл. с закручивающейся крышкой. Такие крышки называются twist-off. При консервировании они выполняют роль клапана и стравливают избыточное давление. Можно использовать обычные крышки. Крышки СКО еще они называются. Но, во-первых, они одноразовые. Во-вторых, для них потребуется специальная закаточная машинка и потребуется зажим. Вот такой индивидуальный зажим на каждую банку. Покажу на примере этой. Хотя он здесь не нужен. Устанавливается он на каждую банку и, соответственно, защелкивается. Если такой зажим на крышку СКО не установить, то в процессе консервирования крышку может сорвать. Но в конечном счете каждый делает так, как ему удобно. Можно консервировать и с такими, и с такими крышками. Это уже на ваше усмотрение. Стерилизовать банки можно различными способами. Я использую такой стерилизатор. Есть специальные насадки на кастрюлю, которые позволят стерилизовать банки. Либо их можно положить в кипяток и подержать там 2 минуты. Овощи отдали аромат. Я выключаю плиту. Отставляю их в сторону. Крышку не снимаю. Пусть они там дальше настаиваются. Индейка тоже уже достаточно отварилась. Пора снимать ее с плиты, сливать бульон. Сливаю из кастрюли бульон. И индейку промываю под холодной проточной водой. Индейку я тщательно промыл. Теперь можно раскладывать ее по банкам. Вот эту манипуляцию со сливанием бульона, конечно, можно не делать, если ваш организм и ваше состояние позволяют вам употреблять бульоны. Но я хочу, чтобы люди, у которых есть ограничения в питании, могли себя тоже побаловать таким диетическим блюдом, которое по своим вкусовым качествам ничем не уступает классической тушенке. А может быть, даже и превосходит. Нежная тушеная индейка в ароматном бульоне. Замечательное блюдо, которое подойдет не только людям, соблюдающим диету, но и всем, абсолютно всем порадуйте своих родных, близких. Я думаю, оно придется им по вкусу. Раскладываю слегка отваренную индейку по банкам. Стараюсь ее утрамбовывать. Оставляйте сверху немного свободного места, чтобы бульон полностью покрыл индейку. Если говорить об альтернативах индейке, для того, чтобы приготовить диетическую тушенку, подойдет курица в филе куриной грудки или в филе куриных бедер без кожи и костей. Кролик, наверное, самое полезное диетическое мясо, поскольку кролик легко усваивается организмом практически на 90%. В сравнении говядина усваивается процентов на 50-60%. Кроличатина очень полезна и питательна, содержит массу полезных элементов. Можно использовать говядину нежирную. Я говорю о нежирных частях, к которым относится вырезка или мякоть. Но говядина из всех видов мяса, разрешенных диете, наверное, занимает последнее место. Заменить ее лучше телятиной. Она нежнее, не такая жирная, не такая грубая. Кстати, мясо страуса тоже считается диетическим, но оно не так популярно из-за высокой цены, но подходит для диетического питания. И для диетической тушенки не подойдут жирные сорта мяса, такие как свинина, баранина, утка, сало, тугоплавкие животные жиры. Все-таки старайтесь питаться правильно, следите за своим здоровьем. Питание – это самое главное. Если вы болеете, но питаетесь неправильно, то лекарства вам вряд ли помогут. Но если вы питаетесь правильно, то лекарства, возможно, и не понадобятся. В итоге все это уместилось в 4 банки. Готово. Затем в каждую банку нужно добавить по 5 граммов соли. Для того, чтобы измерения были точнее, я буду использовать весы. Отмеряем, как в аптеке. Отправляю соль в каждую банку. И наливаю в банку овощной бульон. Оставляю немного места, приблизительно 1,5-2 см до крышки. И закручиваю крышкой плотно. Бульон еще остался. Достаточно много. Вместе с этими овощами можно приготовить отличный диетический супчик. По сути, он уже готов. Можно убрать оттуда лавровый лист, лук, петрушку, морковь и сельдерей нарезать. И у вас готовый, замечательный супчик. Подготовлю автоклав к работе. Я залил в него 5 литров воды. Консервировать можно в двух режимах. На пару и на воде. В этом автоклаве оба режима представлены. Выбрать необходимый режим можно путем поворота этого крана в нужное положение. Я использую режим на пару. Для этого режима в автоклав необходимо залить 5 литров воды. Если вы выбираете режим на воде, сюда нужно налить гораздо больше воды, чтобы вода полностью покрывала банки. Но сам режим консервирования на пару существенно быстрее. Например, если учитывать общее время с учетом разогревания, с учетом консервирования и остывания, то в режиме на пару это составляет примерно 2,5 часа. В режиме на воде это составляет от 14 до 15 часов. Согласитесь, разница ощутимая. Но если вы привыкли консервировать в режиме на воде, пожалуйста, делайте как вам удобно. Стерилизация необходима, чтобы уничтожить микроорганизмы, способствующие порче продуктов. При нагревании до 120 градусов погибают не только бактерии, но и их споры, особо устойчивые формы. Если не соблюдать технологию приготовления, то споры бактерий могут выжить, и в дальнейшем они будут размножаться, что приведет к порче продуктов. И ваши заготовки испортятся. А употреблять испорченные заготовки категорически противопоказано. Это может вызвать отравление или интоксикацию, и вообще нанести организму серьезный ущерб. Поэтому технологию нужно соблюдать. Устанавливаю фальш-дно и укладываю банки. В этот автоклав помещается 16 банок. По 8 в каждом ряду. Банки можно ставить друг на друга. Накрываю крышкой, так, чтобы она попала в прокладку. Выставляю под зажимы. И закручиваю попарно друг против друга. И делаю это одновременно. Автоклав готов к работе. Включаю автоклав в сеть. И устанавливаю температуру 120 градусов. Красным цветом отображается текущая температура. Синим температуру, которую я установил. И теперь жду, пока температура достигнет 120 градусов. На блоке управления всего три кнопки. Как видите, все просто и понятно. После достижения установленной температуры, 120 градусов, буду консервировать тушенку еще в течение 60 минут. Данное время и температура необходимы для консервирования данной тушенки из индейки. Если вы используете другие продукты, то время консервирования и температура будут отличаться. Есть определенные нормативы, установленные в том числе ГОСТом. Они описаны в инструкции и в книге рецептов, которые прилагаются к этому автоклаву. Кроме того, в этой книге рецептов собраны классические рецепты по ГОСТу. Прописана технология пошагово и указаны советы по работе с автоклавом. При достижении температуры примерно 100 градусов, клапан закроется. Не нужно самостоятельно ничего крутить и перекрывать. Вся автоматика уже настроена изготовителем. Единственное, перед началом эксплуатации нужно провести тестовый запуск, проверить работу всех приборов, блока управления и герметичность автоклава. Особенно в местах сварки. После того, как клапан закрылся, давление начнет расти. Нужная температура достигнута, процесс нагревания остановился. Температура 120 градусов достигается при давлении 1 бар или чуть больше. От 1 до 1,2 бар. Засекаю 60 минут. Именно такое время необходимо для приготовления конкретно этой тушенки. Отведенное время прошло, теперь автоклав можно выключить. Можно вытащить его из розетки, а можно уменьшить температуру на блоке управления до минимальной. И в этом случае вы будете наблюдать за процессом остывания автоклава. Дам ему остыть в течение 30-40 минут. Температура в автоклаве опустилась. Проверяю клапан. Выпускаю пар. Чтобы давление в автоклаве уменьшилось. Аккуратно откручиваю зажимы. Они горячие. Снимаю крышку. Постелю на стол полотенце. И осторожно достаю банки из автоклава. Получилось очень здорово. Когда автоклав окончательно остынет, воду можно будет слить и убрать его в место для хранения. Ну а тушенке нужно дать остыть до комнатной температуры. И можно убрать ее в холодильник на хранение. Вот такая замечательная тушенка получилась. Она простояла у меня ночь в холодильнике. Попробуем, что получилось. Выглядит очень красиво. Ну просто замечательно. Отличный цвет, аромат. Какое мягкое мясо. Нежнейшее. Это очень вкусно. Просто невероятно вкусно. Невозможно остановиться. То, что нужно. Нежнейшая индейка в овощном бульоне. Это великолепно. По-настоящему гастрономическое удовольствие. Такую тушенку можно употреблять и в чистом виде, и с гарниром, с отварной гречкой, рисом, картофелем, макаронными изделиями. Можно приготовить макароны по-флотски. Из нее можно приготовить суп. Легкий суп добавить. В кастрюлю налить воды. Добавить тушенку вместе с этим овощным бульоном. Картофель, морковь. Быстренько. Все готово. И полезно. Таким способом можно приготовить мясо, рыбу, птицу, овощи, фрукты. Можно приготовить варенье из фруктов, компоты из фруктов. Можно приготовить заправки для супов. Борщевую заправку. Это замечательный, отличный способ консервирования и запаса продуктов впрок. В конечном итоге это сэкономит вам время на кухне и позволит питаться вкусными диетическими блюдами. Такой способ позволяет сохранять продукты в течение одного года, двух лет или даже трех лет. Но поскольку в диетическом питании рекомендовано употреблять свежие продукты, а продукты, для которых установлен срок годности, необходимо съесть не позднее 1,3 от установленного срока годности. Поэтому я рекомендую вам запасаться такими продуктами на 3-4 месяца и употреблять их в этот промежуток времени. Хранить их нужно в прохладном темном месте. Я храню в холодильнике. Конечно, если у вас нет жестких ограничений в питании, такую тушенку можно приготовить классическим способом. То есть заложить в банки крупные куски мяса, рыбы или птицы, добавить специи, лавровый лист, соль и заготовить в таком варианте. В любом случае такой продукт будет гораздо полезнее, чем покупной продукт и сделанный на производстве. Вы знаете, какое именно мясо вы добавили туда. Замечательный продукт, который подойдет не только тем, кто соблюдает диету, но и тем, кто диету не соблюдает. Домашние продукты, согласитесь, они гораздо лучше и вкуснее и полезнее, чем продукты, которые мы покупаем в магазине. Да, конечно, есть продукты в магазине, которые соответствуют таким требованиям, но их достаточно мало и на них достаточно высокая цена. Конечно, тушенка не может стоить дешево. На такую полулитровую баночку нужно почти половина килограмма мяса. Плюс еще в процессе приготовления мясо немного уменьшится в размере. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот ролик будет вам полезен и поможет вам организовать ваше диетическое питание. Заботьтесь о своем здоровье, питайтесь правильно, получайте гастрономическое удовольствие от еды и будьте здоровы. Всего вам доброго и до новых встреч!